Сегодня мы с вами поговорим немножко про 20-ю страницу трактата Бавакама. И здесь обсуждается в том числе тема, когда животное съело чью-то, например, одежду. Мы уже сказали, что это необычное поведение, и, соответственно, казалось бы, это похоже на рок. На предыдущем уроке мы обсуждали, что если животное съело, например, бы фрукты на улице, то максимум оно бы платило, если получило удовольствие. То есть, в смысле, если хозяину теперь не нужно его кормить ячменем, например, то он оценивает, сколько он получил удовольствия, и только за это платит. А вот если бы оно зашло в чужой двор и съело, там бы хозяину нужно платить было бы всю стоимость. То, что он виноват, что животное в чужом дворе съело пищу какую-то. А вот если оно повело себя необычным, мы сказали, если бы оно зашло, например, в чужой двор и съело, скажем, одежду, переживало, тогда нужно платить только половину, потому что это подобно року. А вот что, если это произошло на улице? Вот в этом уже здесь диспут на нашей странице. Одно мнение, что на улице тоже нужно платить половину. Ведь рок, если живот начинает бодаться на улице, то платишь половину. Но другое мнение, что ничего вообще не нужно платить. Логика здесь следующая, что, как говорится, если обе стороны как бы виноваты, человек, который вытащил свои фрукты, например, на улицу и не охраняет их, он сам тоже виноват. Мы уже сказали, что если бы он оставил фрукты на улице, то тогда, если животное бы их съело, максимум бы платили только за удовольствие. Но в случае одежды нет никакого удовольствия у животного. А вот если он остал, получается, если он остал одежду на улице, точно так же, как если бы он остал фрукты, он несет всю вину на себе. То, что животное тоже повело себя необычно и стало есть одежду. Но и человеку не нужно было оставлять одежду на улице бесхозно, да? Поэтому сам виноват как бы. Но другое мнение, что логика все-таки, что всегда, когда животное ведет себя необычно, керен, как в данном случае, если оно ест, например, одежду, то платишь половину. Если только осталось, эта одежда не должен был бы здесь на улице ее оставлять. И так теоретически следует халаха. Теперь, самое главное обсуждение, начинающееся на конце страницы Кафа Амудалов и продолжающееся на второй стороне, это концепция что когда один человек получает удовольствие от другого, например, от двора или от какого-то имущества, но второй на этом ничего абсолютно не теряет. Нужно ли платить в такой ситуации? Как здесь ставится вопрос, если человек поселился во дворе другого, когда этот двор все равно невозможно сдавать. Да, он не собирался его сдавать в любом случае, поэтому получается, что он ничего на этом не потерял. А другой получает удовольствие. Если бы он не жил в этом дворе, ему бы пришлось платить в другом месте. Нужно ли платить в такой ситуации или нет? И тут очень длинная дискуссия, они это сравнивают с разными законами, начинают пытаться сначала с нашей Мишны что-то доказать, но это в результате доказательства не проходит, но они пытаются доказать тогда из других мест. Очень длинная суги на второй странице, ну не очень, но в основном случае большая, чем второй стороной страницы, 20-й занимается именно этой суги, и много мудрецов спорили на этот счет, и заключили все-таки, что халаха, что не нужно в такой ситуации платить. По-английски это скватер называется. Ну и, конечно, у этого закона, как и у других подобных законов о Шен-Мишпад, есть уже много нюансов и точностей, и для тех, кто хочет, я советую... Вообще мой совет, когда изучаешь Бабу Каму, если изучаешь подробно, досконально всю страницу, смотрите сразу в Шухана Рухали, хотя бы в Рамбам. Это много помогает пониманию, кроме комментариев Раши, то софот не обязательно делать все, это очень сложно и долго, но хотя бы читать Раши для начала, или использовать какие-то издания Талмуда, где уже есть переводы, какие-то минимальные комментарии. И плюс к тому сразу смотреть Шухана Рух. Те законы, которые в Шухана Рухе изучаются, это очень полезно, чтобы понять больше деталей про суги. Я когда-то так изучал, и это мне очень помогло в понимании. В данном случае это Хошин-Мишпад, глава 363, 6-й параграф. Очень подробно, там, Шухана Руха, Рама, разные детали, в каких случаях нужно ли и нужно платить такому скватору. Вот. И на этом я на сегодня закончу. Если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк. И, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok